Давайте присоединим к нашему эфиру Виталия Кулика, директора Центра исследований гражданского общества, политолога и политтехнолога. Виталий, здравствуйте. Доброе утро. Добрый день. Виталий, вот что касается тех оккупантов, которые военным, просто их язык не поворачивается назвать, потому что с военными они не имеют никакого, ничего общего. Так вот, что грозит России, мы видим, какую она мобилизацию масштабную проводит, даже не заявляя громко об этом, что грозит ей в течение ближайшего времени, когда эти люди действительно будут возвращаться, и мы знаем, как они себя ведут с мирным населением, так вот будут ли они так же вести себя со своим мирным населением, как и с украинцами, которых они нацелены уничтожать? Ну, во-первых, я не вижу, чтобы они как-то по-другому воспринимали окружающую действительность, то есть попадая в какую-то агрессивную для них среду в Украине, они будут ее экстраполировать на Россию. Соответственно, люди, которые провоевали в Украине в некоторое время, они будут так же вести себя в отношении цивильного населения, видя вокруг себя не своих соседей, жителей своей страны, а видя какую-то агрессивную среду, будут с ней продолжать так же взаимодействовать. То есть убийство, грабежи, изнасилование будут нормальным явлением. Это не просто возврат 90-е в бандитский период истории России. По факту это еще хуже, потому что это будет накладываться на взаимную часть украденного или вывезенного из зоны боевых действий оружия, которое аккумулируется. Это возврат к некой криминальной, криминализации жизни среднего российского города и глубинке. Соответственно, поскольку в России ликвидирован инстинкт самоорганизации населения и отсутствует само гражданское общество, то единственной группой, способной к некой самоорганизации, является бандитская среда. То есть криминальная среда. Соответственно, вот там и будет происходить какие-то формирования новых банд, новых субкультур. И сказать, что это можно будет пресечь путем закручивания новых гаек, создания новых каких-то репрессивных механизмов, это невозможно. То есть необходим некий период выхода в новые активности для этого населения. Российское государство такие активности не создает. Соответственно, да, это массовая криминализация, б, это распространение внутренней нестабильности, в, это продолжение маргинализации значительной части российского общества. И, соответственно, мир попытается каким-то образом от этой среды еще больше отдалиться, еще больше закрыть возможность для въезда в другие страны этим людям. Соответственно, в самой России будет происходить дифференциация, усиливаться противоречия между субъектами и пытаться, скажем, менее благополучные районы будут пытаться проводить бандитскую экспансию на более благополучные районы. В свою мере будут пытаться закрыться, то есть внутренняя миграция будет также прекращаться. И это очень надолго, это не на одно десятилетие. Отхаркивать афганскую войну в России и самому бывшему Советскому Союзу пришлось на протяжении 25 лет. Соответственно, сколько прошло через Абденистан и сколько русских прошло через войну в Украине, это разные пропорции, разные цифры. И контингент, качество человеческого ресурса, который Россия бросает на эту войну, это далеко не войны афганцы. Поэтому этот самый ПТРСР, о котором говорят, фактически перезапускает криминализацию значительной части российского общества. Хорошо, а как эта криминализация тогда может сказаться на самом режиме, если может, конечно? Во-первых, она создает определенную питательную среду в случае ослабления федерального центра, создания новых противоречий между регионами федерального центра. Криминальная среда будет играть роль в том, что те возможны бунты, поскольку они самоорганизированы, они имеют оружие, они направлены на противодействие системы. То есть полиции и силовикам, соответственно, их будут использовать для раскачки ситуации местной элиты. Снова-таки, я говорю, это о ситуации, когда Россия достигает точки суперкрупкости, когда начинает осадковать федеральный режим. И репрессии не могут достичь, наказать тех, кто выступает против этого федерального центра. Вот тогда криминал выступает на стороне инсургентов и, соответственно, ими будут манипулировать для достижения политических целей местные элиты, которые будут сращиваться с этим самым криминалом. Очень хорошая ситуация для распада России. Да, это вы очень четко сказали. Относительно распада России и того, что происходит вообще в так называемых башнях Кремля, то, что происходит в метафорическом, а может нет, бункере Путина. Смотрите, вот по сухой статистике за время полномасштабного вторжения Путин сменил 12 военачальников. Мизинцев, мы помним, Суровикин, многие другие. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, это смена военачальников, это из-за того, что Путин в своем маниакальном мозге пытается найти какие-то лучшие варианты в контексте ведения войны? Или тут есть вариант того, что Путин опасается военачальников прежде всего как угрозу для своей жизни даже, возможно? Ну, то есть, если они захотят чего-то большего, чем руководить войсками, скажем так. На данный момент я бы не стал делать ставку на бунт военачальников, поскольку это достаточно системные люди. Многие из этих офицеров это люди-выдвиженцы, выставленники нынешнего руководства Генерального штаба или Министерства обороны. Исключение составляет небольшая группа офицеров, которые связаны непосредственно с ГРУ. Но и там, кстати, противоречия основные. Но все они остаются очень системными людьми. И сейчас можно говорить только о тасовании колодок. Кого-то выдвигают, кого-то перенаправляют. Непосредственные угрозы для Путина пока они не имеют. Но в случае ослабевания Федерального центра, создания предпосылок к тому, что некие красные линии уже достигаются, что местные элиты начинают себя чувствовать более свободными от обязательств Федерального центра, вот тогда эти самые генералы и высшие офицеры могут создать определенную опасность для Путина и для обитателей Кремля, когда смыслов содержания этих обитателей все больше и больше будут теряться. Вот тогда они могут не то что сбунтоваться, а могут присоединиться к одной из башен или к части региональных элит, которые начнут свое движение против Федерального центра и будут говорить о том, что Путин-то не настоящий. Виталий, оппозиции Шойгу, они пока что незыблемы или он тоже может стать участником этих всех рокировок? Я читал многие экспертные исследования британской разведки и института мира и войны, но на мой взгляд на данный момент нет смысла Путин выбирать Шойгу, несмотря на всю демонизацию и те процессы, которые для этой демонизации сыграл Пригожин. Шойгу из него не получилась фельдмаршала Победова, у него нет политического будущего вне путинской системы, он зависим от Путина, более того, он военный преступник такой же, как и Путин, поэтому никакого сепаратного мира или капитуляции он не подпишет. Он будет идти с Путиным до конца, так думает Путин, такая логика. Поэтому, соответственно, убирать его нет никакого смысла. Какую-то рокировку в генеральном штабе делать возможно. Герасимова не является незыблемой фигурой. Но Шойгу пока будут оставаться и на него будут возложены все негативы этой войны. Имеется в виду потеря личного состава, какие-то проигрыши на поле боя. То есть его сделают козлом отпущения. Он очень удобен для этого. Соответственно, его убирать нет смысла. Ну, получается, Шойгу такой мальчик действительно для битья. И на него посыпятся все шишки после капитуляции российской армии. Виталий, спасибо вам большое за то, что присоединялись к нашему эфиру. Виталий Кулик, директор Центра исследований гражданского общества, политолог и политтехнолог. Спасибо. Спасибо большое.